Здравствуйте! С вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Телеграм, Фейсбук и Вконтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Вы когда-нибудь задумывались о том, что, возможно, имеете какие-то сверхспособности или могли бы иметь, если научиться развивать их? Среди знаков зодиака, как оказалось, есть те, кто легче может развить в себе необычные способности и те, кому магия дается с трудом. Считается, что способности к различным необычным для привычной жизни вещам есть у каждого человека, но большинство просто не умеет или не хочет их развивать и использовать. У каждого есть интуиция или предчувствия, которые нас часто не подводят, но которым мы далеко не всегда доверяем. Конечно, читать чужие мысли, двигать предметы или получать желаемые с помощью магических ритуалов могут далеко не все, но у некоторых знаков зодиака такие способности могут развиться чаще, чем у остальных. Скорпион Этот знак зодиака может похвастаться самыми сильными способностями к магии и другим необычным талантам, которые даются ему с рождения. Обладая самой мощной интуицией, они редко оказываются неправы в оценке каких-либо ситуаций. От скорпиона очень сложно и почти невозможно что-то скрыть, особенно если вы его близкий человек, и он очень хорошо чувствует и знает вас. Скорпионы, сами часто не осознавая, могут воздействовать на психику других людей. Например, они лучшие манипуляторы, и если используют манипуляции с корыстными целями, то могут принести немало зла другому человеку. Водолей Водолеи достаточно любознательны и часто интересуются всем тайным, необычным и завораживающим. Они способны анализировать ситуации логически и отлично предвидят будущее. Иногда водолеев даже называют людьми будущего. Им может в настоящем приходить какая-то гениальная идея, которая будет широко применяться только в будущем. Водолеи умеют хорошо пользоваться такими инструментами как астрология и нумерология. У некоторых также получается хорошо гадать на картах Таро. Также водолеи часто видят вещи и сны. Рак Рак – еще один водный знак, который хорошо учится магии, и способен использовать ее для помощи не только себе и близким, но и другим людям. Интуиция у раков также на высоте, и степень защиты от негативных воздействий довольно высока. Впрочем, в отличие от скорпионов, которые могут использовать какую угодно магию, раки не будут связываться с черной магией. Им больше подойдет работа с чистыми энергиями, где необходимо применить свою интуицию. Например, они могут использовать разные виды гаданий – на картах, рунах, кофе и так далее. Овен Для того, чтобы стать провидцем и магом, Овну часто не хватает терпения. Хотя его огненная энергетика довольно сильна, Овен может игнорировать свой талант к магии, не обращая на него никакого внимания, потому как просто не может остановиться и задуматься. Овны всегда заняты делом, а если нужно остановиться и прислушаться к чему-то, обычно делают это не слишком долго. У них в голове зреет новый план, новые свершения и новые идеи. Стрелец У стрельцов самая сильная жажда знаний из всех других знаков. Поэтому, если целью стрельца является получение магических знаний, он вполне может стать неплохим магом. Однако, он не слишком часто использует свои магические способности на практике. Ему гораздо интересен сам процесс обучения. А вот использование – вторично. Дева Девы – земной знак, приземленный и материальный. Однако из дев могут получиться хорошие маги, которые больше работают не с какой-то легкой воздушной энергетикой, а используют конкретные инструменты, вроде карт Таро, книги перемен или рун. Они также неплохо могут разбираться в хиромантии. Лев Игра – главная магия любого льва. Представители этого знака любят себя и стремятся добиться желаемого путем собственного обаяния и с помощью игры. Они получают желаемое в любовных отношениях и умеют вести за собой людей, если становятся во главе какого-то дела. Весы Весы нацелены на партнерство. У них всегда есть потребность во взаимодействии с другими людьми. Представители этого знака могут стать магами, если у них есть желание помогать другим. Но в основном, они все-таки нацелены на работу с белой магией и позитивными энергиями. Рыбы Представители этого знака не слишком сильны в магии, потому что далеко не всегда умеют справляться с чужой энергией. Они довольно слабы и легко поддаются чужому влиянию. Они очень чувствительны и доверчивы и часто являются жертвами мошенников и аферистов. Им сложно научиться управлять всем, что творится у них в душе и сложно контролировать чужие энергии. Телец Весы нацелены на партнерство. Козерог Козероги менее всего подходят под определение маги. Они обычно довольно приземлены и не слишком задумываются о сверхъестественном, тайном и магическом. У них совсем другие задачи. Но если козерог все же решит пойти по пути магов, он может, как и другие знаки зодиака, использовать конкретные предметы для предсказаний, гаданий и лечения.